Здравствуйте, мои дорогие! С вами Женя, на канале Счастье в нас самих. Давайте я хочу посмотреть для вас, что будет происходить с отношениями, если вы в них останетесь. Этот расклад хорош для тех, кто не понимает, куда двигаться в отношениях. Когда это отношения между мужчиной и женщиной. Если качели, если мужчина пропадает, или если вы просто хотите знать, познакомились с человеком и хотите знать, что же произойдет в отношениях в самое ближайшее время. Вот несколько ситуаций. Ну, а ситуаций может быть много. Сегодня это госпожа Линарман, Золотая Ривьера. Вы знаете, что я люблю делать на отношения расклады именно на этой колоде. Так что давайте посмотрим, что произойдет в отношениях в самое ближайшее время, если вы действительно останетесь в них. Смотрим. Произойдет огромное количество общения и очень большое влияние со стороны. Дело в том, что на ваши отношения влияет, очень сильно влияет мнение других людей. Да, есть люди, которые пытаются вам помочь. Но дело в том, что вы сами и ваш партнер или ваша партнерша знаете лучше, что для вас хорошо. Но я здесь вижу, что если вы останетесь в отношениях, то очень много людей будут почему-то это осуждать. Принимать эти осуждения или нет, опять же, выбор всегда ваш. Я не могу вам сказать, да или нет. Хотя, мое субъективное мнение, это именно субъективное мнение. Опять, у каждого своя правда, я говорю то, что я вижу, из того, что я вижу, это не совсем будет помогать отношениям, то, что в них будут вмешиваться другие люди и будет очень много разговоров на эту тему. Я еще сейчас посмотрю, конечно, что будет происходить с отношениями. Но вот самое первое, что я вижу, это то, что кто-то и будет пытаться давить на вас и будет пытаться давать свои советы. Но, опять же, советы, которые не совсем будут вам нравиться. Поэтому вы обязательно прислушивайтесь прежде всего к себе. Тут я вижу ситуацию, что вы не совсем уверены в себе или в партнере или партнерше. И прежде всего я бы вам посоветовала набраться уверенности в себе. И тогда ваше отношение к партнеру или партнерше повернется таким образом, что вам и не надо будет мнения других людей. Что же еще произойдет с вашими отношениями? Погрузитесь вы в какое-то прошлое, которое вам не будет нравиться. Вот тут я вижу линию, что прошлые отношения, прошлый опыт ведет вас к тому, что вы не можете принять решение, что же вам делать с вашим партнером или партнершей. Доверить, не доверить, строить, не строить. Поэтому нет этой уверенности и по этой причине вы прислушиваетесь к мнению других. Но ведь прошлое осталось в прошлом. Давайте так, я еще здесь вижу ситуацию, что человека, которым вы подумали, которого вы загадали, у вас могли быть раньше отношения. И вы хотели бы возобновить отношения с этим человеком. Я тут еще эту ситуацию вижу. Хотя вопрос я задала другой, но вы все разные, энергетика у вас у всех разная. И вижу я разные картинки. Так вот, тут я могу вам сказать, если люди, которые вокруг, говорят вам, что возобновить отношения это неправильно, по той простой причине, что те отношения, что были, по какой-то причине, они же были разрушены, значит, это не были те отношения, которых вы хотите. Если это возрождение отношений, то начинать надо с нуля. И если кто-то вам это говорит, не противьтесь. Поймите, что раз отношения разрушились, значит, это были неправильные отношения. И если вы все-таки хотите отношения с тем же человеком, тут надо полностью все разорвать, простить, отпустить и начинать отношения как с новым человеком, с чистого листа, абсолютно освободившись от всего раздражения, обид, оставив только самое позитивное, что было в ваших отношениях. Ну, и еще посмотрим, как будут развиваться ваши отношения, если вы в них останетесь. Ну, конечно, хочу сказать, что вот если вы прислушаетесь ко мне и прошлое оставите в прошлом, перестанет для тех вот, на кого действует мнение других людей, то все это приведет действительно к прекрасным гармоничным отношениям. Ну, я вам хочу сказать, что лучшей карте нельзя было даже... А лучшей карте нельзя было даже и мечтать. Это самая лучшая карта. Говорит о гармонии, говорит о прекрасных отношениях. И единственное, что я же говорю, я вам дала все подводные камни обязательно для тех, кто вот прислушивается к мнению других и не может принять своего решения, потому что раздирает прошлый опыт. Самое главное, отбросьте все сомнения, если вы действительно имеете чувства к человеку и хотите построить отношения, отбросьте все сомнения, откройтесь и, если вы особенно женщина, стройте отношения мудро. Наберитесь уверенности в себе, поймите, что вы единственное неповторимое. Кстати, у меня на канале есть практики, которые могут помочь. Я милашка, я королева. Внутренняя улыбка, которая наполнит вас именно женственностью, женской энергией. И тогда, я хочу сказать, вы освободитесь. Вот именно эти практики, в них заложено освобождение от всего, что вам мешает. Используйте, это же бесплатно, оно сделано для вас. И тогда все расцветет, и ваши отношения, если вы решите в них остаться и работать над ними, расцветут и будут прекрасными и гармоничными. Чего я, собственно говоря, вам и желаю. Люблю вас, мои дорогие. Люблю вас, мои дорогие.